Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, мои дорогие коллеги, фотографы. С вами снова Ферма Петерсон и я, Эдуард Петер. Я рад приветствовать вас на очередном уроке по ювелирной фотографии. И сегодня мы сделаем то, что я вам давно обещал. Мы будем снимать убийцу предметного фотографа. Кто не знает, вот она, вот этот киля подлый. То есть это не что иное, как обручальное кольцо или в этом случае просто серебряное колечко. То есть на нем нет вообще ничего. Это абсолютно круглое, абсолютно отполированное. И мы с вами знаем, а новички могут поверить нам на слово, что снять такое, это нужно, я не знаю, сколько времени, сколько сил нужно потратить. Потому что весь мир, весь мир абсолютно, который нас окружает в этот момент, будь это комната, будь это где-то на балконе, будь это в студии, все здесь. Здесь можно снимать эти портреты даже самого себя. Правда, будут немножко перекошенные лица такие. Но тем не менее. Так вот, прошло очень много времени, покуда я тоже дошел до того, как его лучше всего снимать. То уже были различные варианты. Я снимал и в тазиках, я снимал и в своей сфере, в круглой. И все время я как бы был не совсем доволен результатом. И вот сейчас я нашел, на мой взгляд, способ, который позволяет фотографировать такие вещи и позволяет фотографировать их быстро. Конечно, мы можем сидеть часами в фотошопе, править там какие-то дела, добавлять градиенты, добавлять какие-то черные полоски. Но мы же с вами знаем, чтобы обогнать конкурентов, у нас есть только одно средство – работать быстрее, работать лучше. И вот сейчас мы с вами этим и займемся. Сзади меня стоит сет полностью уже. Я сейчас с ним вас познакомлю. А до этого я покажу, что нам нужно будет приготовить. Первое, что нам понадобится, это прозрачная такая, я даже не знаю, как ее назвать, пленка. Да, наверное, пленка, потому что по-немецки это будет фолья. То есть она толщиной всего лишь тут один миллиметр и легко скручивается в такой трубку. И в ней мы будем и фотографировать. То есть без нее как бы, ну, трудно. Следующая нам нужна будет штанга или на штативе, или еще как-либо. Единственное, что нам потребуется, заменить вот эту черную. Или ее можно обмотать каким-то белым материалом, покрасить может быть. Ну, я иду проще. У меня есть такой пистолет клеевой, которым я могу наделать здесь таких пимбочек. И вот так прикрепить. Все. Далее мы с вами наденем, наденем сюда нашу трубку и таким образом получим следующее окружение. Я думаю, что это видно сейчас хорошо. То есть таким образом мы вверху убрали черную нашу полоску, она нам сейчас не нужна. И следующим этапом, так как мы и помним о том, что все, что в кольце, то отражается. Ну, пускай металл хромированный отражается. Мы его положим прямо вот сюда. Тут крепить кольцо можно по-разному. Я вот нашел такую указку, не знаю. И на ней вот хорошо тем, что, во-первых, я могу регулировать высоту, я могу поворачивать колечко, я сейчас его сюда прикреплю, и вы увидите. То есть показываю еще раз. Здесь у нас белая полоска, которая позволяет прикрыть черный штатив. Сверху мы просто вешаем трубу из этого пластика. Полупрозрачного. А внутрь, как я уже показывал, кладем хромированную пластинку. Дело в том, что это разнос я купил. Дешевый китайский разнос хромированный. И отрезал ему края, он очень хорошо. Здесь наша крышка от мусорного ведерка будет плавать. Поэтому лучше иметь что-то вот такое. Далее я озаботился тем, что такую какую-то указочку нашел. И закрепил ее на магнит. Для чего? Потому что он очень хорошо садится сюда, магнит. И на него удобно крепить кольцо. Его можно там аккуратно поворачивать. Для чего все эти сложности? Ну, потому что, понимаете, Когда кольцо находится внутри, Там доля миллиметра играет роль поворота. И поэтому, знаете, Если мы нас туда посадим, Его вращать будет очень тяжело. Поэтому я озаботился тем, Что с самого начала сделал так, Чтобы мне было удобно. А потом уже начал фотографировать. Вам советую то же самое. Сейчас мы приклеим это все. Вот я сейчас закрепляю на магните этот штырь. На штырь наношу капелечку горячего материала. Дело в том, что в клеевых пистолетах есть два разных. Один из них прозрачный, Второй вот этот монтажный. Монтажный, я вам скажу, держит очень хорошо. Поэтому советую вам. То есть, вот смотрите. Мы закрепили колечко, да? И благодаря тому, что у нас такая указочка есть, Которую мы можем поднимать, опускать И подвигать ее. Сейчас вы услышите стук. Настолько солидно садится и серьезно кольцо в этом случае. И, как я сказал, мы можем спокойно им управлять. То есть, делать выше, длиннее, выше, ниже, угол поправлять и так далее. Ну вот, а теперь настало время поставить его на место. Ну вот, все готово к фотосъемке. Сейчас, перед тем, как начать, я вам расскажу, что я сделал и почему я сделал. Во-первых, мы с вами помним по тем вещам, которые мы с вами уже хромированным снимали, Металлическим, серебряным, что металл живет от трех вещей. Он живет от градиентов, от цветов серого до белого. Он живет от черных каких-то добавлений, туда какие-то полосок или еще каких-то деталей. И так называемый хайлайт, то есть точечные такие блики. Только тогда наш глаз интерпретирует это как очень блестящий объект. Поэтому вот эти сферы все, все остальное, оно как бы не работало. В итоге получался алюминий и все. Так вот, теперь, чем хороша эта схема? Ну, во-первых, сверху я, как всегда, поставил. Сейчас я ее еще размещу правильно, как она стояла. То есть мне надо выставить вот так. Чтобы видно было, покажу сначала. Таким образом. То есть я ставлю, как всегда, сверху. Сначала софтбокс. Я всегда так начинаю, потому что сверху мне нужно освещение по-любому. Потом у меня заполняющий свет. Это вот такой стрип. Ну, его можно иметь, можно не иметь. Это, в общем-то, не так страшно. Можно обычный софтбокс сделать. Ну, мне так просто удобно. Он по всей линии освещает. Далее стоит еще подсвечивающий свет. Вот такой большой софтбокс. И вы видите, здесь, на котором стоит кубус. С самодельной насадкой вот такой. И очень таким маленьким отверстием. Вы уже догадываетесь, для чего. Да, это и есть тот самый помощник делать хайлайт. Итак, капля-то все в теории работает. Итак, начнем. Я делаю первый снимок только с верхним светом. Вот что у нас получилось. Там ничего особенного правильного. Все темно. Сверху немножечко появилось света. Нормально. Больше нам ничего пока и не нужно. Теперь включаем вот с этой стороны. Так как кольцо у нас повернуто к этой стенке и отражает эту стенку, то этот свет даст нам заполнение и в то же время он осветит ребра. Давайте посмотрим. Вот так. Видите, ребра освещены, все прекрасно, все хорошо. Теперь включаем следующий градиент. Получим, если мы включим. Еще одну вспышку. Так. Видим, градиент хороший, все нормально. И нам не хватает теперь хайлайт. Хайлайт тоже сейчас включим. Тубус включили. Подвинули примерно так, где мы это видим. Пятнышко. Да. Ну давайте посмотрим, получится. Как видите, хайлайты на месте, там, где мы и хотели. Вы скажете, ну да, как бы что-то не хватает. А где твое черное, которое ты говорил? Вот. И вот пришло время, волшебная палочка. Она у меня вот такая. То есть я просто обклеил бархаткой, можно бумагу бархатную, можно это, просто кусочек трубы обклеил. И вот теперь смотрите, что я буду делать. Я там буду управлять черными полосками. То есть в зависимости от того, как я поставлю сверху, снизу, мы сможем получать различные интересные эффекты черного цвета. Причем приближая более толстые, отодвигая более тонкие. Ну вот сейчас посмотрите. Вот я сейчас сделаю снизу. Ну, вот как заиграл он сразу. Да? А теперь сверху. Мы сразу можем наблюдать через объектив, мы можем наблюдать, где у нас появляются эти... черные полосочки. Можете идти на свой вкус и цвет, а можете согласовать это с заказчиком. И я думаю, что тогда у вас будет без проблем. То есть вот то, что мы получили. Если чуть-чуть озаботиться в фотошопе, тут много не надо, честно. Те, кто прошли со мной обработкой предметной фотографии, постобработкой, я думаю, для них вообще нет никаких секретов здесь. И поэтому я не хочу сейчас тратить время и заниматься фотошопом. Тут ничего нет такого, чтобы я вам нового сообщал. Хорошо? Ну, вот, пожалуй, и всё. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»